Во-первых, спасибо большое, что пригласили. В законе о апартаментах какой-либо существенной разницы этого закона с законом о продаже жилой недвижимости по сути нет. Апартаменты от жилой недвижимости отличаются, насколько мы все прекрасно знаем, по своему юридическому статусу. Так, это жилая недвижимость, это обычная квартира, различные квадратуры, ну не менее 20 квадратов, у нас квартиры намного выше. И еще один существенный плюс апартаментов для потребителей, то, что они дешевые. Вот и все, больше никаких других отличий от жилой недвижимости нет. Здесь очень много было сказано, вот Ахраилович сказал, угроза, демографическая угроза для нашего народа, с учетом той исторической памяти, которая у нас есть, я об этом говорить не буду, я думаю, что после меня здесь будет сказано. Я буду говорить только о экономических вопросах, потому что у нас очень часто вот этот вопрос об апартаментах или вопрос о даже жилой недвижимости иностранным гражданам, когда люди пытаются аргументировать пользу от этих проектов, они всегда прибегают к экономической эффективности. Вот. Что самое удивительное, все говорят, что закон, если мы примем сегодня этот закон об апартаментах, мы улучшим инвестиционную привлекательность в Абхазии. Вот было целое совещание, Ахраилович это тоже напомнил, там собрали вся бизнес-элита нашей страны, ну если можно так это назвать, и все говорили об этом законе. Но, что самое удивительное, улучшение инвестиционной привлекательности государства не связано с законом о продаже или не продаже жилой недвижимости. Там есть совершенно другие вещи, которые в нашей стране не выполнены. Там есть вопрос, очень важный вопрос политической стабильности государства, очень важный вопрос стабильности экономической ситуации, стабильности действующего национального законодательства, Эффективные налоговые системы, эффективные таможенные системы, низкого уровня коррупции. Вот эти самые важные вопросы, которые улучшают инвестиционную привлекательность государства. Потому что когда инвестор оценивает ту или иную страну как источник вложения капитала, он не смотрит в первую очередь, а можно там квартиру купить или нет. Он смотрит именно на вот эти параметры. На целом вот этом совещании у президента никто вот эту тему не поднял. То есть вот эти важные вопросы, они оказались в стороне. Самым главным, полной моей неожиданности, вот именно вот этот вопрос. Что такое этот вопрос для Абхазии? Этот вопрос, на мой взгляд, это и с одной стороны внешняя повестка, и в какой-то степени внутренняя. Внутренняя повестка, она еще и потому, что у нас в послевоенный период очень большое количество земельных площадей находится в распоряжении. Но не в собственности, а именно в распоряжении определенных лиц. Это достаточно серьезные активы. Все остальные активы, которые можно было бы извлечь прибыль, уже либо разграблены, либо распроданы. Вот это единственное, что в стране осталось. И для капитализации этих активов нужно их куда-то вложить. И этот закон позволяет им это сделать. То есть фактически здесь речь идет о частных интересах, а не об общественных. Теперь, что касается экономических аспектов этого вопроса, ну, я об этом неоднократно говорил, что появление строительства на территории Абхазии, продажа жилой недвижимости странных граждан, она, на мой взгляд, во-первых, ударит по доходам наших граждан, которые работают в туристической сфере. Потому что владельцы апартаментов проживают на этих площадях не круглогодично. Это такая типичная практика. Они несколько месяцев отдыхают, потом уезжают домой. Потом с целью извлечения пассивной прибыли. Это пассивная прибыль для них. Они пересдают эти апартаменты им лицам. И пересдают они с достаточно низкой стоимостью. То есть фактически мы, наши граждане, которые живут на этом бизнесе, для которых это основной доход, оказывается очень сложной конкретной ситуацией с теми людьми, которые владеют апартаментами и могут себе позволить сдавать его по более низкой цене. То есть однозначно у нас произойдет падение доходов. Еще очень важный вопрос, который неизбежно приведет, это экономический вопрос. Строительство апартаментов последовательно. Это фактически инвестиционная экспансия. Через некоторое время это приведет к вытеснению местного населения, государства, образующей нации, с комфорта в зону проживания. То есть прибрежные зоны постепенно будут скупаться, год за годом, и у населения не будет возможности. Во-первых, они будут экономически вытеснены туда, во-вторых, при наличии даже желания, у нас не будет экономических возможностей, у наших детей, у их детей экономических возможностей, чтобы купить жилье в прибрежной зоне. То есть фактически мы теряем самый ценный участок в нашей территории. Но еще очень часто говорят о мощном мультипликативном эффекте. Если подойти к этому вопросу, то есть рабочие места, что строительная сфера активно будет развиваться. Да, конечно, какой-то эффект, но незначительный он будет для экономики, потому что приток людей, он увеличивает внутреннее потребление в стране, будут развиваться торгово-посредническая деятельность, кафе, магазины. Но это не столь значимый эффект. Предельные издержки для государства будут значительно выше, но для общества будут значительно выше, чем предельные излагоды. К тому же строительная сфера у нас полностью на импорте, все строительные материалы мы импортируем. То есть это опять же все деньги, которые получены на строительство объекта, уйдут в Россию, которые у нас основные импорты из России, либо из Турции. Рабочая сила у нас не местная, мы это все прекрасно знаем. Это либо жители Средней Азии, либо жители Западной Грузии, которые потом приезжают работать. Опять же эти деньги уйдут туда. То есть никакого либо существенно значимого экономического эффекта для населения этот проект не принесет. Вот я считаю, что, понимаете, вот еще очень важный вопрос, который нужно, когда мы обсуждаем этот законоприят, о котором нужно сказать. Правительство наше, руководство нашей страны, три года у власти. Люди дали определенные обещания, когда приходили к власти, сказали, что мы вот эти вещи сделаем, проведем какие-то реформы, решим какие-то вопросы. То есть вот эти все данные обещания, ни одно из них не выполнено. Понимаете? И вот тут люди, которые не выполнили ни одного обещания, фактически, можно сказать, люди, которые нам лгали, приносят нам вот этот проект, бьют себя в груди, говорят, вы знаете, ребята, ну, за вас всех беспокоимся, вот такой тяжелой экономической ситуации, смотрите, что мы придумали. Видите, как это вам поможет? Это, честно говоря, это смешно. Понимаете? Я лично, я не верю этим людям, чтобы они не принесли. Я не говорю, что закон о продаже апартамента несет в себе зло. Он может быть и полезен, но не для условий нашего государства. Он не в условиях того руководства, которое мы сегодня имеем, не в условиях той коррумпированности в государстве, которая у нас есть. У нас принятие этого закона может быть возможно когда-то, в будущем, когда, я не знаю, у нас более здравая власть появится, там будут какие-то зоны обозначены, там какие-то ограничения законодательные введены, там что-то еще будет. Может, какие-то предпосылки для обсуждения этого закона в будущем могут возникнуть. Но сейчас принятие этого закона, это просто дать возможность власти распродать последнее, что у нас осталось, земли. Больше ничего.